ребята здравствуйте сегодня у нас лекция номер 19 по математическому анализу математический анализ значит на прошлой лекции часть 2 на прошлой лекции мы рассмотрели теорему неявной функции доказали затем рассмотрели без доказательства теорему о существовании системы неявных функций которая является решением системы функциональных уравнений ну примеры рассмотрели как каков алгоритм вычисления частных производных системы неявных функций примеры на эту тему вы рассмотрите на семинарских занятиях они занимают некоторое время я не хочу его тратить на лекции сегодня у нас несколько новых вопросов вот первый вопрос который мы рассмотрим это зависимости независимость функций ну вот предположим у нас заданы несколько функций на некоторые области пусть мы имеем несколько функций вот я их обозначу у 1 фи 1 от x фи 1 от x 1 и так далее xn ну и так далее от xn так ну и вот qm фи 1 от x аналогично на некоторой области на некоторой области д в пространстве рн вот давайте давайте дадим следующее определение говорят что функция что функция фи ну скажем это от x является зависимой или просто зависит зависимой но в скобочках еще термин здесь употребляется гладко зависимой от остальных функций этого набора от остальных функций фи 1 так далее фи и минус 1 фи и плюс 1 и так далее фи н если да гладко зависимой в некоторые окрестности ну давайте так возьмем в точке м нулевое с координатами x нулевое 1 x нулевое если существует если существует такая функция фи от x в некоторой окрестности окрестности у от м нулевое причем фи все функции наши которые будем рассматривать обычно считаются дифференцируемыми значит дифференцируемыми фи дифференцируемая функция фи дифференцируем а в этой окрестности в этой окрестности, и, значит, фи, такая функция, ну, фи, давайте я здесь аккуратно запишу, фи от, скажем, у1 и так далее, уn-1 в некоторой окрестности, давайте я пока здесь не буду писать, в какой окрестности задана вот такая вот функция, если существует такая функция, что наша функция фи и т от х равняется фи большое от фи 1 от х, фи и минус 1 от х, фи и плюс 1 от х и так далее, фи n от х, значит, здесь у нас переменных, как мы видим, n-1 переменная, ну, и вот в некоторой окрестности, здесь уже х меняется в некоторой окрестности, в некоторой окрестности у от точки m нулевое, значит, мы будем говорить, что функция зависит от других функций в точке, если существует такая функция, причем функция, причем функция фи от у1, уn-1, она дифференцируема в области изменения своих переменных, в области изменения, изменения у и тых, у1 и так далее, уn-1, когда х принадлежит вот этой окрестности у, вот она дифференцируема. Хорошо. Ну, вообще говоря, можно говорить о зависимости не только в точке, но и в некоторой области. Мы будем говорить, что она зависит от функций. Ну, давайте даже я напишу здесь не в точке, а в окрестности, в O от m нулевое, ну, m нулевое, это точка, имеет координаты x нулевое 1, x нулевое n. В некоторой окрестности, если существует такая функция, вот когда х меняется в этой окрестности, функция дифференцируема в области изменений своих переменных, когда х принадлежит этой окрестности. Можно вместо окрестности какую-то область задавать, область d. Ну, так вот, еще одно определение. Значит, говорят, или система функций, система... Вот давайте я здесь поставлю какой-нибудь значок, скажем, звездочкой. Система функций, система дифференцируемых функций у1, ну, звездочка. Вот эти функции, у1 и так далее, у, m, называется в скобочках гладкозависимой. Будем говорить, что эта система функций является гладкозависимой. В некоторой окрестности в u от m мулевое, если хотя бы одна из них зависит от остальных согласно предыдущему определению. Хотя бы одна из этих функций гладко зависит, как мы здесь вот записали, гладко зависит от остальных функций в этой окрестности. Значит, хотя бы одна такая функция φ найдется, что для нее найдется функция φ большое, которая позволяет ее выразить через остальные функции на этой окрестности. Итак, значит, функция φ является зависимой, а здесь мы говорим, что система дифференцируемых функций называется гладкозависимой. Ну, вот, давайте приведем примеры. Ну, и, конечно, надо сказать, что система звездочка называется независимой. Система звездочка называется независимой. 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 Ну, в противном случае. В противном случае. То есть, когда ни одна из функций не может быть выражена через другие с помощью какой-то гладкой функции φ большое. В случае называется независимой. Давайте приведем небольшие примеры зависимых и независимых функций. Примеры. Ну, вот первый пример. Возьмем, например, такой. Функция φ1 от х, у. От двух переменных будем брать. Это х квадрат плюс у квадрат. Функция φ2 от х, у. Это сумма двух х плюс у. И функция φ3 от х, у. Это произведение. Ну, давайте продемонстрируем, что эти функции зависимы, ну, в любой области. Значит, для любых х, у мы можем записать следующее условие, которое, в общем-то, всем понятно. Мы можем записать так, что φ1 от х, у, это сумма вот этих квадратов, представляет собой φ2 от х, у, возведённую в квадрат, и минус две функции φ3 от х, у. Ну, действительно, если мы подставим, сумма квадратов будет равна квадрату суммы минус удвоенное произведение. Ну, это для любых х, у, для любых х, у из r2. Мы всегда можем записать такое равенство. Поэтому отсюда следует, что эта система φ1, φ2 и φ3 зависима везде в r2. Ну, давайте возьмём ещё пример, когда система функций независима. Ну, вот возьмём функцию, например, φ1 от х, у, х плюс у, а φ2, вот здесь была у нас система, вот, из трёх функций, а здесь будет из двух функций. И φ2 от х, у, это х минус у. Ну, вот покажем, что эта система, эта система, эта система, независима, независима в любой области, в любой области d, такой, значит, в r2, такой, что в этой области содержится точка 0,0. d и d открытое множество. Открыто. Значит, вот на плоскости, на плоскости x,y, давайте возьмём какое-нибудь открытое множество d, которое содержит точку с координатами 0,0. И убедимся, что во всём этом множестве d, во всех точках одновременно, мы не сможем выразить одну функцию через другую. Ну, действительно, если мы рассмотрим прямую вот такую L1, x равно y, то тогда на этой прямой что мы имеем? Пси 1 будет равно 2x, правильно? Пси 1. А Пси 2? Пси 2 будет равно нулю. Это же действительно равно нулю. И мы никак не… Пси 1 отсюда следует, что Пси 1 никак не выражается через Пси 2. Ну, действительно, какую бы функцию вы не брали гладкую, если у вас имеется функция, равная нулю, если вы её подставите в гладкую функцию, вы получите какую-то константу, правильно? А здесь у нас 2x, и причём x меняется. То есть вы никакую функцию не получите, конкретно подставив функцию f2. Итак, вот на этой прямой, то есть у нас Пси 1 никак не выражается через Пси 2. Вот на этой прямой. А если мы возьмём прямую L2, когда y равняется минус x, вот такую возьмём прямую, вот я её здесь проведу. Ну, конечно, её возьмём часть, которая в области D. То вот на этой прямой L2 что у нас имеется? Смотрите, если у равняется минус x, то у нас Пси 1 равняется тоже здесь на нулю, а Пси 2 будет равно, если у равняется минус x, это будет минус 2x. Нет, прошу прощения, это будет 2x, конечно, просто 2x. Ну и совершенно аналогично в этом случае, так же как в первом случае у нас первая функция не выражалась через вторую, а здесь вторую нельзя выразить через первую, потому что первая тоже действительная ноль. Значит, здесь Пси 2 не выражается через Пси 1. Итак, мы так, чтобы целиком на всей области выразить одну функцию через другую, у нас не получается. Одна функция не выражается через другую на этой прямой, другая вот на этой не выражается. Поэтому на всей области не получится. Если вы, однако, исключите ноль-ноль и вы сможете тогда рассмотреть область, которая не включает эту точку, тогда, может быть, у вас найдётся какая-то функция, которая будет выражать одну через другую. Ну, на какой-то особой область. Во всяком случае, вот в этом примере мы демонстрируем именно такой факт. Хорошо. Значит, что ещё важно сказать про зависимость и независимость функции? Эта зависимость, это понятие называется ещё гладкой зависимостью, потому что иногда функции, которые дифференцируемы, их называют гладкими. Поскольку мы здесь находим функцию Фи большое, которая дифференцируема, ещё её называют гладкая функция, поэтому и зависимость называется гладкой. Обратим внимание, сделаем такое замечание, что понятие линейной зависимости функции, линейной зависимости функции является... Ну и линейная зависимость, это что означает? Это означает, что одна из функций представляет собой линейную комбинацию всех остальных из данного набора. Ну, например, если вы рассматриваете линейное пространство, состоящее из непрерывных функций. Мы говорим, что если одна из функций есть линейная комбинация, значит, эта система линейно зависима. Так вот, понятие линейной зависимости является частным случаем, очевидно, частным случаем вот этой гладкой зависимости. Линейная функция, конечно же, дифференцируема, и мы можем применить к ней это определение. Ну вот, давайте докажем, так сказать, достаточные условия для гладкой... для независимости системы дифференцируемых функций. Значит, достаточные условия независимости. Независимости системы функции. Независимости функций. Так я пишу. Теорема. Пусть функции, ну, например, я возьму f1 от х и так далее, fm от х, дифференцируемые, дифференцируемые в некоторой окрестности точки у нулевое, m нулевое, x нулевое 1 и так далее, x нулевое n. И, значит, мы можем рассмотреть определитель, составленный из частных производных этих функций. Ну, давайте у нас будет функций m и переменных тоже m. Давайте я возьму вот так. Значит, x, это есть, xm принадлежит пространству rm. И пусть, значит, функции дифференцируемы. И пусть определитель, который можно так записать, f1, ну, мы уже встречались с таким определителем, он называется еще якобианом этих функций, отличен от нуля в точке m нулевое. Отличен от нуля в точке m нулевое. Значит, они дифференцируемы в некоторой окрестности, и вот такой определитель отличен от нуля. Этот определитель представляет собой, значит, определитель, где в строках стоят частные производные по всем переменным. Ну, в точке m нулевое, конечно. Ну, вот я так спешу коротко, f1 по dxm и так далее, и в конце df1 по dfm здесь по 1 и так далее, dfm по dxm. Значит, вот этот определитель отличен от нуля в точке m нулевое. Тогда, если мы предположим, что существует такая функция, значит, давайте доказательства. Значит, тогда вот при этих условиях мы хотим доказать, тогда система этих функций f1 и так далее, fm, независимо, независимо в некоторой окрестности, в некоторой окрестности у от точки m нулевое. Давайте докажем это утверждение. Значит, если наша система зависима, значит, найдется такая функция. Доказательства. Предположим, противная. То есть пусть наша система вот эта вот зависима. Зависимая система. Зависимая система функций. То есть для некоторой, значит, существует функция f и t из этого множества. И существует такая дифференцируемая функция в некоторой окрестности нашей точки, что функция f и t представляет собой fi от f1 и так далее, fi минус 1, fi плюс 1 и так далее, fm. Ну, значит, индекс i может быть и первым, и последним. Я так рисую, вот здесь пишу, что он является в серединке, стоит. Ну, это может быть любое из этих чисел. Значит, существует хотя бы одна из наших функций. И существует такая гладкая функция, то есть дифференцируемая, что если мы подставим все это в точке x, значит, в некоторой окрестности нашей точки m нулевое, когда x для любого x из этой окрестности есть такое равенство. Вот. Ну, если так, и функции все наши дифференцируемые в некоторой окрестности, то тогда мы можем вот это тождество, так сказать, продифференцировать. Значит, отсюда следует, что если мы будем дифференцировать нашу функцию f и t, df и t по dx, ну скажем, kt, то это будет производная сложная, значит, производная сложная функция. Это будет, я напишу подробно, значит, df большое, df большое по d, ну давайте вот эти переменные мы будем считать, обозначу их буквами u, 1 и так далее, u, m минус 1 по d, ну скажем, 1, значит, df, 1 по dx, kt, плюс и так далее, плюс df по d, u, m минус 1, df, df, n по dx, df, а, сейчас, значит, мы дифференцируем по всем функциям, dx, kt, значит, вот получается такая сумма, значит, мы дифференцируем эту функцию, как сложную функцию, берем производную по ее переменным, и каждая из них, это есть функция f, одна из нашего набора, мы ее дифференцируем по той же самой переменной kt. Вот получается, что если мы это проделаем для всех переменных, когда k у нас меняется от единицы до m, от единицы до m, и k у нас, так, k меняется от единицы до m, мы получим вот что, что если мы рассмотрим вот наш определитель, если мы рассмотрим наш определитель, то получится, что и эта строка в нем, мы рассмотрим производную по всем k, тогда в этой строке, ну давайте я напишу, значит, в определителе нашем у нас имеется первая строка, df1 по dx1 и так далее, df1 по dxm, потом на каком-то месте у нас стоит и эта строка, вот эта вот строка, ну и так далее, и в конце стоит dfmt по dx1 и так далее, dfmt по dxmt. Ну и вот из этого равенства видно, из этого равенства, вернее, из системы этих равенств, когда k у нас меняется от единички до n, видно, что вот смотрите, производная по первой переменной, есть линейная комбинация всех производных остальных функций по первой же переменной с коэффициентами, которые вот здесь стоят. Если мы берем производную по второй переменной, вот во втором, на втором месте здесь в строчке, будет стоять производная по второй переменной, которая тоже есть линейная комбинация производных тоже по второй переменной, всех остальных функций с теми же самыми коэффициентами. Получается, что итая строка матрицы, матрицы вот этой вот, которую мы рассматриваем здесь, есть линейная комбинация, есть линейная комбинация, комбинация, давайте я эту матрицу, в отличие от определителя, буду определять, буду записывать со скобочками, есть линейная комбинация остальных строк, остальных ее строк с коэффициентами, с коэффициентами, значит, все производные здесь мы вычисляем в точке m нулевое, конечно, подставляем везде, с коэффициентами, которые здесь стоят, вот dφ по dу1, dφ по dу1 и так далее, dφ по dу-1, значит, вот с такими коэффициентами. А это означает, что мы знаем, что если одна строка матрицы есть линейная комбинация остальных строк, то такой определитель, конечно, равен нулю. Отсюда следует, что наш определитель равен нулю, что противоречит условию, а условие теоремы говорит нам о том, что этот определитель в точке m нулевой отличен от нуля. Итак, если мы предположим, что у нас есть зависимость хотя бы одной функции от всех остальных, то есть есть такая дифференцируемая функция, мы получаем вот такое выражение для всех переменных, мы можем его написать, и отсюда возникает, что и эта строка матрицы, вот этой матрицы якоби, есть линейная комбинация всех остальных с такими коэффициентами, значит, определить равен нулю, что противоречит. Ну, отсюда мы получаем, отсюда следует, что наша система f1 и так далее, fm независимо, независимо в этой окрестности. Ну, на самом деле, можно доказать даже чуть более сильную теорему. Не обязательно было брать переменных столько же, сколько и функций. Если у нас у функции будет n переменных, то есть матрица будет не квадратная, а вот такая подлиннее прямоугольная матрица, то ранг ее, если равен функции m, переменных может быть больше. Тем не менее, если ранговый минор, вот этот вот определитель, отличен от нуля, мы сможем показать, что и т-строка этой матрицы, здесь просто продолжится матрица у нас будет прямоугольная, тем не менее, вся и т-строка будет линейной комбинацией всех остальных. Поэтому все равно ранговый минор будет равен нулю тогда, и мы приходим к противоречию. Значит, замечание такое, что это верно, даже если количество переменных будет больше, чем m. Значит, замечание, замечание. Значит, это верно. И при количестве перемен и при n переменных, x1 и так далее, xn, когда n больше, чем m. Ну, такое замечание, небольшое. Хорошо. Итак, мы достаточное условие для независимости функции рассмотрели. И следующий у нас важный вопрос будет в нашей программе. Это условный локальный экстремум функции нескольких переменных. Ну, вот я, пожалуй, сотру теперь здесь все это. Условный локальный экстремум функции нескольких переменных. Мы рассматривали с вами обычный локальный экстремум. Вы вывели для него необходимые условия. Достаточные условия рассматривали как знак определенности квадратичной формы второго дифференциала, я напоминаю. Необходимые условия – это если имеется локальный экстремум и функция дифференцируема в этой точке, то все частные производные ее равны нулю, ну, а вот достаточное условие у нас было о том, что если функция дважды дифференцируема и первый дифференциал ее равен нулю, то есть все частные производные равны нулю, и мы имеем стационарную точку m нулевое, то наличие или отсутствие локального экстремума зависит от того, является ли квадратичная форма второго дифференциала функции в данной точке знака определенной. Если она знака определенной, есть экстремум, если она знака переменной, экстремума нет. Ну, если квазизнака определенная, там ответ не ясен. Итак, это у нас было. А теперь условный локальный экстремум, условный локальный экстремум функции нескольких переменных. Вот такая тема. Итак, пусть в некоторой области D, пусть в области, под областью обычно понимают открытое множество в н-мерном пространстве, задана функция, ну, сейчас мы зададим функцию в пространстве n плюс m измерений, задана функция f, ну, уровняется, скажем, f от x1 и так далее, xn, y1 и так далее, ym. И условия связи. И система, и система условий связи. Условий связи. Вот такая система. f1 от x1, xn, y1, ym равняется нулю. И так далее. Таких функций будет m штук. xn, xn, y1, ym равняется нулю. Вот давайте я эту систему обозначу звездочкой. Значит, задана некая функция, и задана еще система функций, которые называются условиями связи. Значит, это задано в некоторой области d нашего пространства, размерности n плюс m измерений. Пусть некоторая точка m нулевое имеет координаты x нулевое, y нулевое, а если подробно, то x нулевое 1, x нулевое n и дальше y нулевое 1, y нулевое m принадлежит области d. Тогда мы можем дать определение. Да, и пусть геометрическое место точек, где выполняются вот эти вот условия, вот эти вот уравнения, давайте мы его назовем d с волной, а систему эту обозначим звездочкой вот с этой стороны. Значит, вот эта вот система, и d с волной, d с волной, это те точки нашего пространства, где выполнены вот эти равенства, эта область принадлежит, содержится в d. и так, и точка m нулевое тоже содержится в d, и, конечно, она содержится и в d с волной. Вот так мы напишем. Значит, вот есть некоторая область d, в ней содержится, вот я так ее изображу, d с волной, вот такая вот область, и здесь вот содержится точка m нулевое. Ну, тогда мы будем говорить, давайте дадим определение. Определение. Точка m нулевое называется, называется точкой условного, условного, локального максимума или, соответственно, минимума для функции f от x и y с условиями связи, с условиями связи звездочка, если значение этой функции, если существует такая окрестность этой точки, лежащая, конечно, в области, значит, существует такая окрестность этой точке, что значение, что для любой точки, что для любой точки x и y, лежащей в этой окрестности, пересеченной с множеством d нулевое, то есть при выполнении вот этих условий, значение функции f от x и y будет больше, значит, если у нас это максимум, то наоборот, значит, меньше, f от x нулевое, y нулевое, ну, а если минимум, то больше. Значит, условного, вот здесь в скобочках я напишу, строгого. Ну, удобнее рассматривать строгие неравенства, ну, можно, в принципе, в определении экстреммов иногда пишут здесь и не строгие неравенства, но тогда допускается равенство, и это понятие более расплывчатое. Давайте будем рассматривать здесь условный, строгий, локальный максимум или минимум для этой функции с условиями связи, вот такими. Итак, мы рассматриваем поведение функции, значит, и требуем, чтобы она была по своим значениям в некоторой окрестности больше или меньше, чем в этой точке, но не на всей окрестности. Вот если мы возьмем окрестность этой точки, вот нарисуем вот таким вот образом, U от M нулевое, то мы должны рассмотреть пересечение этой окрестности с нашей областью, то есть только те значения рассматривать нашей функции, которые удовлетворяют еще условиям связи, в тех точках, извините, которые удовлетворяют условиям связи. Значит, вот это такое понятие условного экстремума. Ну, пример, давайте приведем, коротенький, небольшой пример. Значит, точка условного экстремума, она в ней настоящего экстремума может не быть. Ну, вот, например, такое, давайте рассмотрим, опять же, функцию двух переменных, например, такую, x квадрат минус y квадрат. Вот, z равняется. Ну, график этой функции вы хорошо знаете. Это гиперболический парболоид. Ну, давайте я его нарисую. Да, и условия связи вот такие возьмем. Условия связи, вот в моем примере, мы можем взять простенькие условия связи, ну, совсем простенькие. Ну, возьмем, например, f от x, y, правильная, просто y такая функция. И вот она равна нулю. Значит, вот наши условия связи, в данном случае звездочка. Ну, совсем пример простой, тем не менее, на нем все хорошо видно. Вот у нас x, вот у нас ось y. Ну, и вот график этой функции, это будет поверхность. Значит, если я y беру равным нулю, то у нас получается парабола. z равняется x квадрат, который вот как-то так будет, так сказать, направлено веточками вверх. Если я возьму x равным нулю, то здесь по оси y значит, у нас будет парабола веточками вниз направленная по оси y, минус y квадрат. Ну, и в итоге, если вы еще вспомогательные сделаете какие-то здесь вычисления, выкладки, у вас получается вот такого вида поверхность. Вот так я ее изображу. Лишнее сотрем. Вот, которое носит название такая вот седловая поверхность или график гиперболического параболоида. Ну, вот в данном случае мы рассматриваем условия связи y равным нулю. y равным нулю, то есть мы рассматриваем часть нашего графика над осью абсцисс. Вот точка 0,0, в данном случае у нас m нулевое, это точка с координатами 0,0. Значит, мы должны рассматривать, значит, мы хотим понять, является ли она точкой условного локального экстремума. Ну, вот если мы рассмотрим шарик, содержащий эту точку в нашем пространстве, ну, в данном случае на плоскости, давайте я получше это нарисую, вот таким образом. Значит, шарик, содержащий эту точку на плоскости x и y, то нас интересует значение нашей функции, значит, в этой окрестности, но не во всей окрестности, а только лишь там, где y равно нулю. То есть нас интересуют только вот эти части графика, вот, которые располагаются над осью y. Я сейчас красненьким помечу здесь. Значит, мы хотим рассмотреть только лишь вот эту часть этой окрестности, вот эта вот окрестность, как раз будет пересечение ее с областью d с волной. Значит, вот это вот как раз d с волной, наша область, там, где y равняется нулю. И часть графика только над этой частью. Вот, смотрите, здесь действительно в точке 0,0 у нас функция равна нулю, а везде дальше она положительна. Значит, это локальный минимум для вот этого условия связи. Итак, мы в этой картинке видим, что точка 0,0, точка 0,0 является, значит, точка m с координатой, m нулевое координатом 0,0, это точка условного, локального минимума для функции f от x, y с условием связи, что, значит, y равняется нулю. С условием связи y равняется нулю. Если вы будете брать другое условие связи, ну, например, если я возьму ту же самую функцию и возьму условие связи, что x равно нулю, тогда вы будете рассматривать вашу функцию уже только на досю y, смотрите, какой здесь график, а график здесь будет совершенно другой, здесь будут отрицательные значения нашей функции, и эта же самая точка, она будет, значит, заметим, замечание, точка 0,0, это есть условный, локальный максимум для этой же функции, для f от x, y равный x квадрат минус y квадрат при условии связи, при условии связи f2, скажем, от x, y равный x равный нулю. Значит, если мы рассмотрим вот такое условие связи и будем двигаться только над осью y, то это будет уже условный локальный максимум. Хорошо, вот пример мы рассмотрели, теперь давайте выясним, какие же необходимые и какие достаточные условия для отыскания условного локального экстремума функции. Значит, общая задача, которую мы рассматриваем в этом разделе, это отыскать у данной функции при данных условиях связи условные локальные экстремумы, существуют ли они или нет. Значит, общая задача, общая задача отыскания точек условного локального экстремума, то есть максимума или минимума экстремума для данной функции для данной функции с заданными условиями связи. Условиями связи. Вот такую задачу мы рассматриваем. Итак, заголовочек сначала такой. необходимые условия необходимые условия для существования, ну, я коротко запишу, для условного локального экстремума. необходимые условия для условного локального экстремума. мы хотим, как поставить вопрос, пусть наша функция имеет условный локальный экстремум, ну, и, допустим, она удовлетворяет каким-то хорошим условиям, тогда обязательно или необходимо выполнены такие-то, такие-то условия. Вот они называются необходимыми. Итак, пусть нам задана функция f от x. Для этого мы сделаем, конечно, некоторые предположения. Значит, сделаем некоторые предположения. Некоторые предположения. Предположения. Ну, во-первых, пусть нам задана функция f от x1 и так далее, xn y1 и так далее, ym эта функция должна быть дифференцируемой, дифференцируема в некоторой окрестности, в некоторой окрестности у от точки m нулевое. Точка m нулевое с координатами x0, y0 принадлежит некоторой области там, d, пространство, как мы уже писали, rn плюс m. И заданы условия связи f1 от x1 y1, xn, y1, y1, ym равны нулю, и так далее, fm, xn, y1, ym равны нулю. Вот эти вот условия связи. Эти функции тоже дифференцируемы. f и t тоже, значит, от x, y, коротко я запишу, тоже дифференцируемы в некоторой окрестности нашей функции. Ну и дальше мы хотим, да, и мы предположим, что определитель якоби из этих вот условий связи, значит, функция дифференцируема, это первое условие. Второе наше предположение, что эти функции тоже дифференцируемы, вот, что все их частные производные непрерывны в точке m нулевое, и определитель якоби, определитель якоби, это будет, ну я уже его записывала, d от f1 fm по d. Ну, здесь мы берем определитель якоби не по всем переменам, а только по переменам y, y1 и так далее, ym, вот в точке m нулевое он отличен от нуля. Ну и, значит, что мы еще предполагаем? Мы предполагаем, что, значит, наши функции дифференцируемы в некоторой окрестности, эти функции тоже дифференцируемы. Ну, еще добавим здесь, что все частные производные d, f, i, t, u, d, y, k, t в точке m нулевое, они непрерывны. Ну, лучше так написать, непрерывны в точке m нулевое. Значит, здесь у нас и меняется от единицы до m, ну и k тоже меняется от единицы до m. Итак, вот здесь как раз тот случай, когда переменных больше, чем m, но, тем не менее, когда мы рассмотрим определитель вот по этим частных производных, вот по этим переменам, он отличен от нуля. А отсюда, как я вам говорила, вытекает на самом деле, что эти условия независимы, вот эти функции. Ну, естественно, когда ставится задача нахождения условных локальных экстремов и задаются какие-то условия связи, хочется, конечно, их задать поменьше, не слишком много, чтобы их было. А поэтому выбирают, конечно, такие условия, что одно через другие уже не выражается, то есть они гладко независимы. Итак, ну вот посмотрите, если мы накладываем такие условия, что наши функции дифференцируемы, все частные производные непрерывны в этой точке, и определитель вот отличен от нуля, то на самом деле для этих функций выполняется условие теоремы о существовании системы неявных функций. Ну и, конечно, отсюда следует, что для этих функций, для функций F1, F1 и так далее, Fm, выполнены все условия теоремы о системе, которую мы формулировали на прошлой лекции, о системе неявных функций, неявных функций, относительно переменных Y, о системе неявных функций. Тогда по этой теореме, по этой теореме, вот по этой теореме, в некоторой окрестности, в некоторой окрестности точки, ну здесь я вот возьму M с волной нулевое, у которой координаты X0,1, значит, только переменные X здесь участвуют, существуют единственным образом определенные функции F1 от F1, вот так я давайте их обозначу, Y1 равняется F1 от X и так далее, Ym равняется Fm от X, такие функции, что если мы подставим их в нашу функцию, она дифференцируема в этой окрестности, если мы подставим, прошу прощения, в условия связи, конечно, значит, такие функции, что при подстановке в систему звездочка, мы получим, что F, давайте я напишу, Kt от X1 и так далее, Xn, здесь, ну от X лучше так напишу, X, F1 от X и так далее, Fm от X будет тождественно равно нулю, для всех K и для всех X, для всех X из соответствующей окрестности, из U от X нулевое. Ну, значит, согласно этой теореме, существуют такие неявные функции, непрерывные, дифференцируемые, и еще они, конечно, удовлетворяют таким условием, что если мы подставим любую из них, FI житая от X нулевое, FI житая от X, она мало отличается от Y житая в точке M от Y нулевое житая. Значит, для любого эпсилон, здесь можно было так, по этой теореме, значит, для любого эпсилон, ну, давайте я здесь уточню, для любого эпсилон, который задается вот таким вот образом от единички до M, существует такая окрестность, такая дельта-окрестность, значит, существует дельта, зависящая от этого эпсилон, больше нуля, ну, все эпсилон итое, конечно, больше нуля, существует такое дельта, что в этой дельта-окрестности у нас существуют вот такие функции, что они обращают в тождество, в нулевые тождества все наши условия связи, и дельта-окрестность точки X нулевое здесь участвует, и причем эти функции, они отличаются мало от точки, от этих вот значений в точке M нулевое, меньше эпсилон житого. Значит, значения наших функций мало отличаются от точки, ну, вот здесь вот Y житое значение, так сказать, Y житое мало отличается от значений в точке M нулевое. Ну вот, и так у нас получается, что существуют такие функции. Что же дальше мы можем сделать? Дальше, раз мы такие функции определили, тогда к чему же сводится наша задача? Значит, у нас появилась некоторая окрестность точки X нулевое, в которой наши вот эти вот условия связи, они преобразовались к вот таким функциям. И Y, вот здесь Y у нашей функции F мы можем заменить на эти функции FI. И тогда задача сводится, задача сводится к отысканию обычного экстремума. Обычного экстремума. Экстремума. Для функции такой вот мы возьмем функцию FI, X1 и так далее, XN. А здесь мы поставим FI1 от X1 и так далее, XN и так далее. FI1 от X1 и так далее, XM, XN в вот этой вот окрестности, в U дельта от X нулевое. Значит, вот эту функцию мы можем представлять себе как функцию, уже зависящую только от X-ов. Это будет FI от X1 и так далее, XN. Это будет некая новая функция. Ну и, значит, согласно определению условного локального экстремума, нас интересует только значение вот этой функции в окрестности вот этой точки. А эта окрестность у нас получается, ну, из того, что мы остальные переменные выразили через переменные X. Ну вот, значит, если... А мы знаем, что экстремум для функции... Обычный экстремум для функции N переменных имеет следующее необходимое условие. Значит, необходимые условия для локального экстремума функции FI от X, они известны, они будут такие, что нужно взять все частные производные и приравнять к нулю. То есть мы хотим записать дифференциал нашей функции в точке M нулевое. Значит, мы хотим вот что сделать. Пусть нам известно, что в этой точке M нулевое... Значит, у нас была точка M нулевое с координатами X0 и Y0, а мы от нее перешли теперь к точке M нулевое с волной, которая имеет координаты X нулевое. И вот она является уже точкой обычного экстремума, но для такой вот функции. Значит, дифференциал этой функции должен равняться нулю. Значит, мы можем здесь записать DF по DX1, ну, в точке, конечно, M нулевое с волной DX1 плюс и так далее, плюс Dφ по DXN, DXN тоже в точке M нулевое с волной, равняется нулю. То есть все частные производные мы должны приравнять к нулю. Но мы не можем их так вот сразу вычислить, потому что нам вот эти функции φ нам неизвестны. И поэтому вычислить их и записать условия мы не можем. Однако мы можем вот что сделать. Дифференциал у нас имеет инвариантную форму записи. Поэтому вот этот дифференциал мы можем записать, ведь у нас есть такое вот равенство, посмотрите. У нас есть вот такое равенство. То есть дифференциал вот этой функции сложный, и вот это одно и то же. Поэтому мы можем записать, что это будет дифференциал функции f, а он будет равен ДФ по DX1, DX1, плюс так далее, плюс ДФ по DXN, DXN, плюс ДФ по DY1, DY1, плюс так далее, плюс ДФ по DYM, DYM. Вот этот дифференциал должен равняться нулю. Вот, но как его выразить? Однако вот нас интересуют вот эти вот дифференциалы y. У нас y теперь это некие функции φ. А откуда они взялись? Они взялись из вот этой вот системы условий связи. Поэтому вот эти дифференциалы, значит, DY1 и так далее, DYM, можно выразить через дифференциалы x. Значит, вот эти вот дифференциалы выражаются выражаются через дифференциалы DX1 и так далее, DXN из условий связи, из условий, из дифференцирования, из дифференци... Вот так лучше я напишу, с помощью дифференцирования, с помощью дифференцирования условий связи, условий связи. А что мы имеем? Если мы продифференцируем условия связи, то мы получим вот что. Вот мы продифференцируем условия связи. Ну, скажем, по переменной... Значит, берем дифференциал первой функции. Это будет DF по DX1, DX1, плюс так далее, плюс DF1 по DXN, DXN, плюс дифференциал первого условия связи по DY1, DY1, плюс так далее, плюс DF1 по DYM, DYM. Ну, поскольку здесь у нас вот эти условия, они равны нулю, эти функции, и мы рассматриваем сейчас лишь только в той области, где эти условия выполнены, то эти вот равенства нулю, на самом деле, тождественны в той области, где мы их рассматриваем. Поэтому и дифференциалы их тоже равны нулю. И так далее. Значит, берем дифференциал функции Fm. Это будет аналогично. Здесь было F1, здесь будет DFm по DX1, DX1, плюс так далее, плюс дифференциал функции, производная по DXN, DXN, плюс производная M-той функции по DY1, DY1, плюс и так далее, плюс дифференциал функции M по DYM, DYM. Он тоже равен нулю. Значит, из условий связи, из-за того, что они тождественно выполняются вот в этой окрестности, точке M, мы получаем вот такие условия. И обратите внимание, что здесь в роли неизвестных у нас будут выступать как раз вот эти вот дифференциалы. Вот они стоят. Мы имеем линейную систему. Посмотрите. Все производные вычислены в точке M нулевое. Все производные вычислены в точке M нулевое. Мы имеем систему такую, где неизвестными выступают вот эти дифференциалы. Матрица, основная матрица коэффициентов, это будет матрица Якоби, про которую мы говорили. Все остальное можно считать, что это будет правая часть системы, если перенести ее в другую часть равенства. Поэтому, а так как определитель основная, значит, основная матрица, основная матрица, основная матрица здесь, матрица Якоби, определитель Якоби отличен от нуля. Отсюда следует, что неизвестные вот эти дифференциалы, я сюда перейду, отсюда следует, что дифференциалы dy1 и так далее, dy1 выражаются по правилу Крамера, и они будут выражаться как линейные комбинации, как линейные комбинации дифференциалов dx1 и так далее, dxn. Значит, вот эти, каждый из этих дифференциалов, каждый из них, есть ли какая-то линейная комбинация, ну, я не буду выписывать здесь правила Крамера, все вы его знаете, значит, например, если мы находим дифференциал y dy1, то мы должны взять вот эту всю правую часть, вот эту со знаком минус, поставить в первый столбец матрицы Якоби, а остальные элементы матрицы Якоби сохранить и разделить на определитель Якоби. Значит, у нас получится какая-то линейная комбинация. Они будут линейными комбинациями. А поэтому, когда мы подставим эти линейные комбинации вот в это вот уравнение, давайте я его обозначу вот так скажем, если мы подставим их, подставить, подставим их в равенство диезик, мы получим тогда, что этот дифференциал будет выражаться через дифференциалы dx1 и так далее, dxn с некоторыми коэффициентами. Получим выражение, получим выражение, выражение, что наш дифференциал будет представлять собой, значит, мы вычисляем это все в точке m нулевое, в точке m нулевое с волной, dx1 плюс и так далее, плюс an dxn. Значит, мы когда подставим, еще раз обращаю ваше внимание, вот здесь у нас стоят числа, это производные, вычисленные в точке m нулевое все, вот здесь стоят тоже производные, вычисленные в точке m нулевое, вот, и вот эти дифференциалы выражаются как линейные комбинации этих дифференциалов, то есть когда мы это все подставим и приведем подобные члены, у нас получится общая линейная комбинация вот этих вот, значит, дифференциалов dx1, dxn, которая равна нулю, а так как x1 и так далее, xn, мы предполагаем как независимые переменные, мы их рассматриваем, то отсюда немедленно следует, что вот эти вот все коэффициенты между собой равны и равны нулю. Итак, мы получаем, что если наша точка m нулевое является точкой условного локального экстремума, здесь, пожалуй, точку, когда мы подставляем, точка м нулевое, конечно, мы берем, значит, она является точкой условного, значит, вывод какой? Вывод давайте запишем. если в описанных условиях, то есть какие у нас условия? Наша функция дифференцируема, мы дифференциал ее вычисляем, вот эти вот функции тоже дифференцируемые, для них выполняются все условия, теоремы о системе неявных функций относительно переменных y1 и yn для, вот здесь я добавлю, для y1, ym мы рассматриваем, то есть они все дифференцируемы, вот эти, раз дифференцируемы, значит, существуют частные производные, частные производные по y все непрерывны, определитель в точке м нулевой отличен от нуля. Ну вот тогда, значит, выполняется условие той теоремы, а по той теореме мы можем, значит, в некоторой окрестности, ну, для любого эпсилон можно задать такую небольшую окрестность точки, вот, x нулевое, в которой существуют неявные функции, такие, что если мы подставим их в наши условия связи, то они обращаются тождественно в нуль в этой окрестности, ну, и значения их близки к значениям y нулевого в данной точке. Итак, и тогда, поскольку наша функция дифференцируема, мы подставляем сюда, получаем некую функцию, вот просто от переменных x1, xn, и тогда задача об экстремуме условном сводится к задаче об обычном экстремуме, вот за этой функцией, тут уже нет никаких условий связи, мы их как бы аннулировали здесь, мы выразили y через x, у нас получилась функция просто одной перемены, это как в том примере взять вместо функции x квадрат минус y квадрат просто функцию x квадрат, вот так же здесь. И вот, значит, точка у нас, значит, точка такая получилась, m нулевое, мы перешли уже сюда, к этой точке, дифференциал этой или этой функции, это одно и то же, поэтому мы знаем необходимые условия для экстремума обычного, значит, дифференциал равен нулю, то есть все вот эти частные производные надо применять к нулю, но мы не можем их сразу вычислить, поэтому мы этот дифференциал перепишем в силу инвариантности формы записи первого дифференциала, как дифференциал функции f маленькая, а вот эти вот дифференциалы, вот этих, так сказать, y, мы можем выразить через дифференциалы x-ов с помощью дифференцирования условий связи. Вот мы их продифференцировали, видим, что получается линейная система уравнений, в которой неизвестными выступают вот эти дифференциалы, а основная матрица — это матрица якоби. Определители ее, все производные здесь вычислены в точке m нулевое, определитель ее отличен от нуля, поэтому мы выражаем эти дифференциалы через вот эту правую часть, ну и через коэффициенты, и получается, что каждый из них есть линейная комбинация вот этих дифференциалов. Если мы подставим эти линейные комбинации в дифференциал f, мы получаем вот такое равенство. Но фактически здесь, если в описанных условиях точка m нулевое с координатами x0, y0 является точкой условного, локального экстремума, то необходимо, то необходимо, чтобы, чтобы вот эти вот все коэффициенты, которые у нас получились, были равны нулю. А откуда они получаются? Они получаются из условий связи, из их дифференцирования, и из того, что дифференциал нашей функции равен нулю. Фактически, значит, фактически, 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 каждый из этих констант, это есть у нас что? Это есть фактически дифференциал вот той, производной вот той самой функции по x катое в точке m нулевое с волной. k меняется от единицы до m. k меняется от единицы до n, конечно. До n. Вот. Значит, мы непосредственно не могли вычислить вот эти частные производные в точке m, в точке m нулевое здесь фактически. Вот мы их не могли вычислить, но с помощью вот дифференцирования условий связи и переходя к дифференциалам, мы фактически их вычислили. И вот они должны обратиться в ноль. Вот необходимые условия для условного локального экстремума. Ну и теперь давайте перейдем к необходимым и достаточным условиям локального экстремума значит, по методу Лагранжа. Ну, я хочу оставить на доске вот эти вот равенства. Они нам пригодятся. Значит, итак, надеюсь, что с необходимыми условиями все понятно. Мы используем теорему о системе неявных функций, сводим дело к обычному экстремуму и приравниваем нулю все частные производные получившиеся функции. Я вот, пожалуй, этот теперь сотру. И следующий заголовок у нас такой. Метод неопределенных множителей Лагранжа Метод неопределенных множителей Лагранжа необходимые и достаточные условия для условного локального экстремума. Локального экстремума. Итак, в чем заключается метод Лагранжа? Лагранж, кстати, вам это имя уже не раз встречалось. Теорема Лагранжа и формула конечных превращений. Это был один из величайших математиков. Он жил во Франции в основном, хотя он итальянского происхождения был. Вы можете посмотреть в интернете. Это математик конца XVIII века. Ну, считается наряду с Эйлером одним из самых замечательных математиков. Итак, что же он предлагает? Лагранж предложил ввести новую функцию. Вот посмотрите, если я сложу вот эти равенства, давайте я их как-нибудь обозначу, кстати, здесь. Ну, например, альфа. Вот эти вот равенства. И равенство дифференциала нашей функции нулю. Вот давайте я обозначу, ну, например, бета. Вот давайте, значит, если, значит, умножим, умножим равенство альфа, каждый из них на множители, на множители лямбда, лямбда, какие у нас там номер стоит, от единички до n, лямбда и t, где i меняется от единички до m. И сложим, и сложим их все с равенством бета. То есть что мы сделаем? Мы вот сложим вот эти вот, значит, вот к этому равенству дифференциала мы прибавим еще вот эти вот равенства, каждое из них умножим, ну, вот это умножим на лямбда 1, и так, ну, давайте я вот здесь с этой стороны напишу, умножим на лямбда 1, и так далее, и последнее умножим на лямбда m. Вот здесь у нас система, значит, каждое из этих равенств умножим на соответствующий коэффициент, все это сложим, и сложим еще с дифференциалом функции. Значит, у нас получится дифференциал функции f плюс сумма лямбда итых дифференциалов вот этих функций. Это равенство нулю. Но если мы рассмотрим теперь, значит, это эквивалентно тому, что мы ввели некую новую функцию Пси от x, y, лямбда, которая представляет собой f от x, y плюс сумма по всем и от единицы до m лямбда итой умножить на f итой от x, y. Вот если рассмотреть вот такую функцию, где лямбда — это набор лямбда итых, значит, лямбда — это и есть набор лямбда 1, лямбда m. И вот эта функция носит название функция Лагранжа. Функция Лагранжа. Лагранжа. То мы видим, что, поскольку мы складывали дифференциалы, если мы рассмотрим такую функцию и будем ее дифференцировать, ну, она дифференцируема, очевидно, здесь все дифференцируемые функции стоят, то дифференциал этой функции равен дифференциалу f плюс сумма с лямбдами дифференциалов этих функций, то есть равен нулю. Значит, мы получаем, что дифференциал функции Лагранжа у лямбда, он равен нулю. Он равен нулю. И, значит, мы можем его расписать поподробнее. Ну, пожалуй, вот я могу здесь кое-что все-таки уже стереть. Вот давайте я... Значит, пусть выполнены все предыдущие условия, которые были описаны выше для условий связи, что они удовлетворяют той теореме о системе неявных функций. И мы сейчас попробуем выразить эти необходимые условия в терминах функции Лагранжа и затем перейти к достаточным условиям. Итак, значит, дифференциал функции Лагранжа это есть dps по dx1, dx1 плюс так далее, плюс dps по dxn, dxn, она зависит от вот таких переменных, плюс ее частные производные по dy1 плюс dy1 плюс так далее, плюс dps по dym, dym. Вот, и лямбда здесь, так сказать, внутри у нас. Лямбда — это не перемены, это некоторые параметры. Но вот оказывается, что если мы предполагаем те же самые условия, пусть выполнены все условия, ранее наложены на условия нашей связи. Значит, пусть выполнены все предыдущие условия. Предыдущие условия на функции f и t от x и y. Ну, то есть, значит, условия теоремы теоремы о системе неявных функций. Неявных функций. И мы можем параметры нашей лямбда тогда, значит, там все это выполнено, значит, подберем параметры или коэффициенты параметры лямбда 1 и так далее, лямбда m, так, чтобы вот все вот эти производные по игрекам нашей функции Лагранжа dPsi по dYm равнялись нулю. Равнялись нулю в точке, там, соответственно, m нулевое. А для этого, значит, мы должны записать, что они представляют собой. Значит, dPsi по dY1. Вот у нас какая функция Пси. Значит, что здесь мы должны написать? Это будет dF по dY1 плюс сумма лямбда и т dF и т по dY1. По dY1. Ну и так это равняется нулю. Ну и, соответственно, и так далее. dPsi по dYm будет равняться вот этой производной плюс сумма лямбда и тых, опять же, и меняется от единицы до m, и меняется от единицы до m, dF и т по dYm равняется нулю. Значит, вот мы должны решить такую систему. Существуют ли такие лямбда, чтобы это выполнялось? Ну, поскольку здесь, посмотрите, неизвестными выступают у нас лямбда, ну, если бы в строчку написать, то здесь сумма лямбда 1, производная F1 и так далее, лямбда n. Значит, здесь неизвестные лямбда, это лямбда 1 и так далее, лямбда m, это неизвестные в этой линейной системе. Основная матрица, основная матрица Якоби, и определитель ее отличен от нуля, мы все рассматриваем в точке m нулевое. Ну, а вот эти вот величины, это правая часть, если перенести в другую сторону равенства. Отсюда следует, что, значит, по правилу Крамера, по правилу Крамера, опять же, по правилу Крамера, по правилу Крамера, можно найти, существуют единственные такие значения, лямбда нулевое, то есть лямбда нулевое 1 и так далее, лямбда нулевое m, что являющиеся решением этой системы. Значит, что лямбда нулевое это решение системы, системы, вот я ее давайте обозначу, вот гамма, у нас там была система альфа, бета, и вот система гамма. Ну, раз так, если мы подставим эти лямбда нулевое в нашу функцию Пси, функцию Лагранжа, то тогда получается, что если мы рассмотрим функцию Пси как функцию от x, y и лямбда нулевое, то тогда ее дифференциал, значит, вот эти производные уже будут равны нулю, вот эти производные уже будут равны нулю, точке m нулевое, и получается, что дифференциал нашей функции будет равен только лишь вот таким ее, значит, ну, здесь только надо написать, что мы взяли уже функцию с нуликом, вот так вот, и тогда дифференциал этой функции будет равен ДПси с нуликом по ДХ1, ДХ1 плюс так далее, плюс дифференциал по ДХН, ДХН равняется нулю, значит, вот тогда нужно приравнять нулю уже из этого равенства только лишь производные по иксам, отсюда следует, что, значит, производные по всем вот этой нашей функции по всем х житые должны в точке m нулевое, конечно, должны равняться нулю, когда житые меняются от единички до n. Ну, вот что мы получаем, значит, смотрите, мы рассмотрели систему уравнений связи, и дальше мы находим, значит, у нас точка m нулевое задана, и для того, чтобы необходимые условия выразить, необходимыми условиями здесь по методу Лагранжа, значит, отсюда следует, что если наша точка является точкой локального условного экстремума для функции f, то необходимые условия по методу Лагранжа, необходимые условия по методу Лагранжа, Лагранжа, это, значит, это система, вот это у нас была система альфа, равенства бета здесь у нас, вот система здесь m уравнений у нас, вот здесь вот тоже m уравнений, ну и n координат еще точки m нулевое. Значит, необходимые условия по методу Лагранжа, это все частные производные функции Лагранжа Лагранжа в точке m нулевое и лямбда нулевое должны равняться нулю. Значит, все частные производные функции Лагранжа должны равняться нулю. Производные по y нашей функции Лагранжа тоже должны равняться нулю. по ym равняться нулю. Ну и еще у нас выполняются условия связи, конечно, значит, f1 от xy равняется нулю, ну и f и так далее. fm fm от xy тоже равняется нулю. Вот. И мы получаем систему, значит, сколько здесь уравнений? Смотрите. n плюс m и плюс m. Значит, получается 2m плюс n уравнений для отыскания. Значит, мы необходимые условия сформулируем, и точка локального условного экстрема может находиться только в таких точках, ну, при условии, при описанных условиях, когда вот выполнены вот эти вот уравнения. то есть для ее координат, для координат точки условного локального экстрема, а координат у нее много, для точки m нулевое, ну, с крышечкой можно ее отметить, x нулевое 1, x нулевое n, y нулевое 1, y нулевое m, и еще лямбда нулевое 1, лямбда 1 с нуликом, лямбда m с нуликом. Значит, вот мы имеем столько уравнений, сколько координат у этой большой точки. Мы фактически находили лямбда, мы находили, а потом находим x и y. Значит, мы выбираем только те точки, в которых выполнены вот эти вот условия, вот эти вот дельта. Значит, вывод, вот необходимые условия по методу Лагранжа, это равенство нулю вот таких выражений. В чем преимущество метода Лагранжа? В том, что мы здесь в явном виде не выражаем y через x или dy через dx, а с помощью введения дополнительных параметров лямбда у нас получается, что условия для лямбда, иксов и условия для y, они примерно становятся одинаковыми, равноправными. То есть здесь переменные x и y становятся равноправными. Значит, переменные x и y, x это x1, xn и y, y1, yn, они равноправны, равноправны с точки зрения, что для них одинаковые условия пишутся. Ну и плюс еще, конечно, дополнительные введения параметров позволяют это сделать. Значит, по методу Лагранжа у нас нет, мы не пользуемся зависимостью y от x, а рассматриваем их как равноправные переменные. Ну вот у меня уже время закончилось. Значит, достаточные условия для условного локального экстрема по методу Лагранжа мы рассмотрим сразу же в следующей лекции. Сегодня все. Всего хорошего. До свидания.